МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю вас. Це аспекти на телеканалі МТМ. Війна на сході – тема нашої сьогоднішньої програми. Нашій студії – учасник бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, справжнє ім'я якого, з розумілих причин, я називати не буду. Я вітаю вас. Здравствуйте. Я хочу попросити вас назвати військову частину, у якій ви несте службу, і вашу нынешню військову посаду. Я служу в 55-й отдельной артиллерійській бригаді, разміщеній в місті Запорожжя, зараз на Близнецях, на полігоні. Я артиллеріст. Чому ви сьогодні в нашій студії і чому ви закриваєте обличчя? Хочу, щоб мої знайомі, родственники, менше подавались яким-то пресингам. Ну і, в принципі, в'їжджаю в АТО через кілька днів, тому прикрив себе лицо. Перш ніж перейти до запитання, я пропоную переглянути відеофакт. Цей коментар ми отримали після загибелі кількох запорожжських вояків, які перебували в журні проведення антитерористичної операції. 25 серпня трапилась трагедія, коли під час обстрілу артилерійського, вінометної обстрілу позицій наших двох батарей загинуло два військовослужбовця. І це військовослужбовці Катанов Віктор, 82-го року народження, він призивався центральним районним військовим комісаріатом. Військовослужбовець Д'ячков Юрій, він призивався запорізьким об'єднаним міським військовим комісаріатом 31 липня. І військовослужбовець Віктор Волков призивався Шевченковським районним військовим комісаріатом міста Запоріжжя. Вони геройськи загинули, виконуючи свій військовий обов'язок, до кінця стоючи на своїх боєвих позиціях. Але підступний раптовий артилерійський вогонь, він зробив свою каварну справу, що вони загинули, відстоюючи свої бойові позиції. Це вже будемо вважати 28 наших військовослужбовців, які загинули, захищаючи мир спокій на території Донецької і Луганської області, виконуючи урядове завдання щодо відновлення від нестабільності в цьому регіоні. Ви були знайомі з хлопцями, про яких говорив зам воєнкома? Да, з некоторими людьми був знайом зум'я. Це був водитель Катанов, який погиб. Але обстріл був не так, як сказав товариш полковник. Обстріл був вже ожідаєм, так як ми стояли на цій позиції з ночі до втро. В 7 часів должны були відвинутися оттуда. В безпятнадцять в 7, як раз в той момент, коли колона готовиться к відважаюню, естественно, по воєнному теорію і практиці должна була колона обстрілятися. Тому було так і сделано. Стреляли з минометів, зрадов. В це час ми повинні були проводити розвідку, але укрылись в окопах. Ожидали прекращення огня. Вовремя огня этого було зажжено більше половини машин, которая туда приїхала, с помощью установки град і сухої трави, которая це все сделала, коварне дело. Поджегся боєприпаси, боєприпаси, які здетонировалися, взорвались порядка восьми машин. Откомандування о виводі машин із огня не поступало. Ребята с вами среагували, вивели машини, вивели раненых, вивели нас. Слава Богу, що обошлись такими небольшими, понятне дело, що трагическими, несколько чоловіків, погибло потерями. Ну, видите, Бог на наїзд над нами і телохранитель. Я хотів би поцікавитись перш, ніж ми повернулися до цієї теми, як, яким чином ви потрапили до своєї військової частини? Я доброволец. Пошел добровольно в военкомат центральний, заявив желание служити, але не в бригаді 55-й, куди мене направили, а в більш спеціалізованних підрозділіях, більш мобільних. Ну, мені там давали, навіть обіцяли перевезти, але так і того не зробили. Де ви несли строкову службу? Я служив в аерномобільних військах. Я так розумію, коли ви йшли добровольцем, ви хотіли також повернутися до нього? В понятику до нього, більш мобільні групи, тому що артилерія працює на дальніх відстояннях, це методи старої війни. Я так розумію, ви не зовсім мали уяву про те, що таке артилерія взагалі? Звісно. У нас взагалі 80% людей, які знаходяться зараз на близьків, які якоби обучаються, спрашиваю командовання, чому так відстоює. Люді з однієї перетідуть в іншу категорію, чому така взагалі ситуація відстоює. Які побутові умови на полігоні? На полігоні, в принципі, нормальні, військові військові, кровати, сетки панцерні. Відали нам каремат, відали, ну, спрашива волонтерам, відали спальні мешки. Вода є, є, місця, Та, як ми встановили там палатки, так як ми встановили ці всі бани з допомогою своїх сил. Вот. Пища тож достойна. В принципі, нічого. Все нормально по цьому поводу. Единствено, що дуже огорчає, це обучення нас. Тобто, нас там практичні, ну, навіть, все-таки, з-за того, що офіцери мене обучені, чим казалось, на перший взгляд, які дожди давати достойну підготовку, але, чому-то, не було у нас ні нічних стрільб з пушек, всіло-ліч 5 раз, 5 вистеців зробили в гвардейському. І за місяць всіло-ліч ребята вистріли по 12 патронів з автоматокалашникова. Це все навчання? Так, це не учення. Це дитський сад, так, якщо говорити. Прямыми словами, ми неделю займалися устройством палаток городка, якими-то непонятними построеннями, якими-то непонятними движеннями. Благо, що согласились ребята із Скифа научити взвод бойців, який должен охранять цю артиллерію. В каждій батарії по 6 чоловік, постріляти, давали там по 100 раз, по 100 выстрілів, в смысле, з автоматокалашникова. Хоч так, хоть немножко, чому-то учили. А в остальному очень, очень плачевно. То есть, такое ощущение, как будто собрали кружок, непонятно для чего, непонятно зачем. Такое ощущение, как будто войны нет, есть просто какие-то учения, которые надо перечеркнуть бумажными какими-то вот этими делами. На полигоне подчас навчальных стрельб вы який результат продемонстрировали? Мы отстреляли на два. То есть... Незадовольно? Конечно. Во-первых, не подготовлена была техника. КАМАЗы, КРАЗы, Уралы делались с помощью волонтеров, с помощью наших рук. Ребята делали их с помощью своих сил. В полевых условиях почему-то. когда можно было сделать это все в гараже, именно на уральских казармах. Но почему-то их вывели в поле и там, ребята, делайте, старайтесь. Пушки, наверное, скорее всего, готовились к утилизации довольно-таки длительный срок. Они там ржавели на воздухе, водой заливались. То есть нету даже никаких реактивов, которые должны масло, ну то есть такое, все это давно уже оттуда испаряется. власне кажучи, с этими громадами вы поехали... А потом с этими громадами поехали в зону на то? Ну, вы сами понимаете, просто молодые командиры, то есть необученные сами, половина офицеров эти пушки не видели. Сами начали заниматься только когда мы пришли в бригаду вместе с нами. То неправильно бусольно ведет, то неправильно прицел выставят. Расскажите это дает предположение на то, что нас просто сливают. То ли с нашего штаба, то ли с нашего командования непосредственно, либо какого-то офицера. Я понимаю, вы мали пробути на певное место, но затримались. Ну, затримались, потому что техника несправно остановилась. А когда доехали, увидели, что это место уже было обстреляно? уже обстреливалось. Сколько часов затримались? Ну, часа на 2, на 3. И это место уже было обстреляно? Конечно. Потом мы отступили в село Новоигнатьевка. Я побачиваю, на этом месте до вас еще был кто-то? Нет, это было пустое поле, чисто. То же, великим рахунком никто не мог даже уявить нашу точку, куда мы приедем. То есть, это уже было осведомлено, наверное, та сторона осведомилась от кого-то из нашего руководства или начальства о том, что мы туда приедем. То есть, нас уже должны были списать, по большому счету. Если мы туда будем прибыли. Но мы быстренько отступили, команда комбата поступила отойти в село, отошли двумя группами, третьей и шестой батареей. Шестая батарея позже почему-то переименовалась во вторую, непонятно почему. Когда ребята с нашей батареи с третьей поехали искать машины, которые подходили, встретили шестой батареи и их обстреляли дома с автомата. Был один раненый боец, но все-таки легко на вылет в ногу обошлось. После обстрела мы свернулись, выстрелили из колонны и выехали из него, из Новоигнатевки. Выдвинули из стороны Старобешево. По приезду в Старобешево, когда мы заходили в городок на позицию, было выжженное поле, покинутое позиции. Там уже стояло ранее 17-е, 39-е, 40-е бригады территориальной обороны 501-я бригада. На этом месте, где вы на важную обороны были подрожили, которые были расстреляны. Конечно, которые были расстреляны, эта точка уже была обстрелена. Просто, наверное, сепаратисты не думали, что мы останемся в живых после этого города, который нас обстрелял на первой точке. И они не ожидали там увидеть. То есть мы прибыли, разложили свои орудия, кое-как окопались. наше начальство не проконтролировало, как солдаты окопались. Вот. И третья батарея начала открывать огонь по позициям противника. Где-то примерно в 9 вечера полдесятого. Вот. Ни фонарей, ни какой-либо подсветки бусолей не было. то есть наводилось все вслепую, грубо говоря, так. Никакого прикрытия наших батарей не было, никаких танков, никаких БМП, которые должны были там быть, не было. Вот. Ни разведки. Ну, то есть ничего. Мы остались голыми на той позиции. Отстрелялись. Ну, вроде бы по кому-то попали, но по кому неизвестно. То ли по сепаратистам, то ли по нашим, осталось тайной. Вот. В принципе, о своем командире ничего плохого не могу сказать. Очень достойный командир батареи, боевой офицер, нормальный. Вот. Где-то около часа ребята пошли в отцепление разведка. Те люди, которые более-менее научились стрелять, которых учили стрелять скифовцы на Близнецах. Вот. Остальные ребята стреляли с орудий до, примерно, до 4-х часов утра. Стреляли из трех орудий. Несколько орудий просто вышло из строя. Вот. 6-я батарея переименованная во вторую она вообще не стреляла. Не открыла, не выстрелила ни с одной пушки. Чему? Неизвестно. То ли они просто не поняли приказы, то ли не поняли куда нужно наводить. То есть не были подготовлены вообще к этому бою. На утро в 6 часов была произведена команда выдвинуться разведки, разведать местность, куда переместить орудия будущей дислокации. Вот. Получается перемещали, ну и как я сказал, что должны были перемещать в 7 часов. Вот. Но без 15-и 7, когда началось движение ребят по загрузке этих орудий, по загрузке, боеприпасов, открылся минометный огонь по нам со стороны нового света. Ну и плюс еще работали грады. Мы попадали в недокопанные окопы, которые, ну, как я сказал, не были проконтролированы абсолютно. Ребята автоматами вообще не знают, как их держать, как их перезаряжать, досылают, досылать патрон в патронник. В этом окопе утыкается он стволом в землю, то есть абсолютно не знает, как владеть оружием. Как раз был первый погибший из 6-й батареи, первый раненый, которого мы впоследствии вытягивали на краз, который был обстрелян с пулемета, но, скорее всего, ребята скосили его, так как огонь был прекращен. Но во время обстрела начали вспыхивать машины, начал взрываться боекомплект, который был в этих машинах. очень неприятная и страшная картина. Свист. Вы потрапили под минометный обстрел? Конечно, минометный обстрел был обстрел с Града. Во время этого обстрела, где-то пройдя минут 20 после начала обстрела, мы начали потихоньку окапываться, докапывать эти окопы. ребята готовились к контакту, к бою с противником. Предположительно, должны были подойти к нам пехотинцы с той стороны от сепаратистов. Но поступила команда водителям забрать раненых, забрать убитых и выдвигаться в сторону поселка Старобешево. То есть мы стояли недалеко от него, где-то примерно в километре. Машины передвигались по полю, по подсолнечнику. Ну и мы вместе с этими машинами уходили. Спасибо местному жителю отдельно, который на 99-ке на своей серой впереди этой колонны выводил ее в безопасное место. Вот. В безопасный коридор. Во время выдвижения этой колонны в безопасное место нас еще один раз обстреляли с автоматов со стороны посадки, с правой стороны дороги. Продвинулись где-то в километре, километров 15 от Старобешева к силу Сила. Заехали в закинутый заброшенную фирму. Вот. И там ждали наше командование. Подъехало командование. Был полковник Масиенко, который скомандовал ехать снова к орудиям и забирать клины затворов. Так как... на ту же позицию, подчиняться не стали. То есть ребята начали поднимать бучу, говорят о том, что вы ведете нас тупо на смерть, на расстрел. Вот. Если вы с нами поедете, ну и там Масиенко в КАМАЗе, то собираемся, едем вместе в одном КАМАЗе. То есть так. Был вопрос поставлен. Чего офицера ведет? Офицер ответил тем, что мы трусы, мы боягузы, не хотим такие плохие ребята лезть под рады, забирать это железо. На что ему ответили, вам железо дороже, чем в человеческой жизни, товарищ полковник. Ну, он на это ничего не ответил. Собралось 15 человек, которые все-таки решились туда поехать. Они туда выдвинулись на КАМАЗе. Подъезжая к этому месту, там разрывались эти снаряды от радов. Вот. Ребята, благо, что подошли на БМПшках, на танках. Несколько видов техники стояло, они просто не пустили туда. Это представители других частей, которые подошли в то место, сказали, что ребята, давайте отходим, потому что тут уже российские танки. То есть уже нет смысла туда возвращаться. Тем более мы все знаем, что российским войскам, которые воюют против нас, им не нужна старая техника. Они воюют войсками быстрого реагирования, самоходками, ну и так далее. Градами, которые стреляют намного дальше и мягче. То есть, А я, насколько я понимаю, это уже вдруг вас, или Бог, или доля, отвели от смерти. Первый раз, когда вы позднились на свою позицию, и вдруг, когда вас просто не пустили туда выполнять наказ вашего командира. Ребята подняли шум, говорили о том, что давайте выводите нас отсюда, мы уже остались без своих орудий, мы не пехотное подразделение, то есть даже у нас не было элементарных пулеметов и снайперских винтовок для того, чтобы ввести какой-то адекватный отпор, да? Вот, у нас были одни автоматы, вот, тем более солдаты вообще не обучены к стрельбе. Тупо посылались на смерть. Витим, вы говорите про то, что сред командования «Зрадник» — это достаточно серьезное звоновашение. Я думаю, что каждый мыслящий человек, да, ну, думает, что вот… Ну, как это так? Ну, первый раз подъехали нас, хотели, ну, знали, куда мы приедем, и бомбили по той точке, да, куда мы должны были приехать. Ну, тут техника, да, подвела. Вот, второй раз нас хотели уничтожить, когда уже посылали за клинами затворов, да. Ну, это не предательство наших командиров. Я считаю, это неадекватные приказы, они преступные. Но это разные вещи, неадекватные наказы, да. Преступные приказы. Как, за это нужно тоже ввести какой-то ответ, да? За то, что просто человек послал людей на погибель за железом, которое не нужно нашему противнику. Просто оно ему не нужно, даже используя против нас. В первую очередь перейти до следующего вопроса, я предлагаю переглянуть наш наступный відеофакт. По информации из двух источников, комбат Днепра и замкомбата Донбасса, никакой помощи пока не пришло. Сейчас по городу ездят два российских танка и работают по нашим. Ребята держатся молодцом, усталость сказывается, но боевой дух на высоте. У Донбасса сегодня трое раненых. Последняя информация из Иловайска. В Кутейниково стоит полк ВДВ, ВС Российской Федерации, Псковская дивизия. Новокатериновка, еще один полк, Курская дивизия. Вкапывают танки в землю, двойное кольцо окружения. Только что дозвонились комбату Днепра Юрий Береза. Никакой помощи пока нет. Ждать больше нечего, нас обманули в очередной раз. Обращаюсь ко всем неравнодушным украинцам с призывом спасти наших побратимов. Если их бросили многозвездные генералы, то я верю, что их не бросит народ Украины. Никакой помощи сегодня не будет. Ответственные за это министр обороны и командующий АТО. Нет даже команды пробиваться к своим. Они находятся в глухом окружении. Несколько батальонов. Херсон, Миротворец, Днепр, ну и соответственно Донбасс. И часть сбойных сил Украины. При этом помощь до сих пор не подошла. Вчера нам удалось вывести часть раненых. Но вывод остальных людей просто невозможен. Пора давать какую-то помощь. Мы понимаем, что сейчас ситуация обострилась и в Новоазовске, и исключение Кована. Но тем не менее ребята уже практически неделю находятся в Новоазовске. И состояние там очень тяжелое. Я абсолютно не случайно продемонстрировал вам это видео. Семен Семенченко перебывает в оточении. Перебывает на один день. Его подраздел в скрутном состоянии. И еще нет поддержки. Но он не говорит о защиту. Врешті это война. Да, это война. Понятное дело. Но возьмите тот факт, что в Чеченской войне в России были предатели. Есть предатели и у нас в АТО, и в нашем командовании. Когда очень много таких совпадений, это уже не совпадение, а факт. Почему так происходит? Нас просто сливают. На машину качуму? На грошей? Как? Это даже не деньги. Это просто делается для того, чтобы уничтожить вольно мыслящий казахский наш запорожский дух. Мы не говорим о том, что мы не хотим воевать. Мы хотим воевать. Ребята, обучите нас. Обучите. Дайте нормальную технику. Дайте нормальное вооружение. Не давайте нам тупых распорядить и ставить палатки под бусоль. Сейчас в военное время, конечно, это хорошее дело. Устанавливать палатки, делать какие-то моменты для собственного быта. Но давайте уже как-то действовать. Давайте уже как-то обучать народ, чтобы это было не тупое мясо, которое идет на убой. Которое не знает, как стрелять с этого автомата. Обучите бойцов и посылайте их в бой. Я думаю, что что-то изменится. Я думаю, что не будет таких вот обращений от ребят Донбасса. Они довольно-таки неплохо обучены. А что может сделать отряд, который просто тупо не обучен? Вы говорите про казахский дух. Про то, что хлопцы, налаштованные патриотичные, готовят воевать. Да. Основная часть, это процентов 75-80. Ребят, которые туда пришли, они пришли по зову сердца. Их не вызывал военкомат. Они сами пришли туда, так и я. Я считаю, что я должен защитить свою страну от пришедшего врага. Очень наглого, очень коварного, очень такого брехливого врага, да? Которого просто надо уничтожать, а не в сказки какие-то играть. Ви перебывали в зоне проведения антитерористической операции. Ви бачили там технические населения. Скажите, что это за люди? Яки их настрои врешті? Вы знаете, там, наверное, все-таки подействовала российская пропаганда о том, что в России лучше живется, о том, что якобы там намного лучше обустроен быт и тому подобное. Вы знаете, вот проезжаю в Запорожскую область как-то и дома такие более обустроенные, и люди более веселые и машут нам и говорят, ребята, верните с победой. Заезжаешь в Донецкую область, там как будто заезжаешь в какую-то непонятную среду, полупустые села, люди неадекватные. Но это же понятно, там идет война. Это понятно, что там идет война. Но вы же поймите, что мы же на своей земле, правильно? Мы их солдаты, а они наши люди. А почему-то они нас воспринимают как врагов. Это все просто дело рук российской пропаганды, которая там уже давным-давно засела в мозгах более 90% того. Какое співотношение, говоря про население, сколько людей, которые поддерживают наших войсков? Там очень мало поддерживают людей. У нас, в Украинской войске. Небагато? Немного, да. Немного. Вы же видели, да, много сюжетов о том, что вот, когда приходят украинские войска, начинают кормить людей. Они просто в шоке. Они не понимают, почему так происходит. Тут же Гиркин, там все эти, да, ребята, которые про-российские наемники, они говорят, что тут бендеровцы, тут фашисты, они убивают детей и так далее. А ребята приезжают, их начинают давать воду, давать продукты, да. Говорят, ребята, ведите нормальный образ жизни. Вот. Люди просто засорены. Вот. В мозге эта Россия просто очень хорошо засорила. Поэтому все-таки происходит. Они понимают, да, действительно, но это не то, что нам рассказывают. Говоря еще про то, с кем вы воюете. Чи можно зараз утверждать, что вы воюете против регулярных войск РФ? Чи это все-таки там тоже не ополошенщие? Нет. Мы сейчас больше воюем с наемными группами, которые были изначально уже давно туда засланы. И которые засылаются сейчас, да, с теми же регулярными войсками, которые зашли сегодня ночью. Вот. Ну, которые заходили ранее. Мы все-таки воюем с Россией. И с бандюками, которые там просто не хотят отдавать свою власть, свой кусок хлеба. Как гопник отбирает у ребенка конфету, да, там, либо телефон мобильный. Россия просто хочет отобрать в Украине кусок земли. Вот. Незаслуженно, нагло. Вы вернулись из зоны проведения антитеррористической операции. И вы были не в лучших местах. Вы видели смерть в том числе. Как вы, собственно, как ваши хлебцы и ваши служители ставятся к тому, что вам днём придется вернуться в зону проведения антитеррористической операции? Чи все вернутся? Я думаю, что кто-то не вернется туда, напишет рапорт. Ну, потому как война не для каждого человека. То есть, в принципе, абсолютно каждый человек, он не готов к войне. А тем более люди, которые просто не обучены этому. Их в течение месяца, грубо говоря, половину этого времени ничему не учили. И как человек может идти на передовую. Я-то пойду, конечно, туда. То есть, я более к этому расположен. Мне более это по душе. Отстаивать свои права, свою родину защищать. Но все-таки большая часть туда пойдет. Большая часть будет биться с врагом. Будет биться очень даже неплохо. И даже потому, что большая часть из вас не доверяет командованию. Конечно, не доверяют. И все равно пойдут? Все равно пойдут. Вы знаете, мы вышли на улицу города и поставили нашим городянам запитание. Чи они предполагают возможность того, что командование антитеррористической операции сдаёт наших бойцов, сдаёт наших хлопцев. И вот какие результаты мы получили. Наличие штатных предателей в армии – это нонсенс. Такого быть не должно. Поэтому мы должны определиться. Если мы проводим АТО с наличием внутри себя предателей, то, наверное, нужно разобраться с более высшим руководством, которое, в общем-то, определяет существование такого порядка. Я считаю, это недопустимо. Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Они там друг другу сливают, наверное, информацию, ту, которую им нужно. Они всё знают, мне кажется, наперёд. И всё это было давным-давно запланировано. И решено без нас. Просто погибают люди, вообще ни в чём не виновны. Это противоестественно. Понимаете? Это прямое предательство. Другого, других слов я не нахожу. Если там есть предатели, то их надо гнать, их надо судить военным судом, военной прокуратурой. Очень большая. Потому что все деньги зарабатывают. Это зарабатывает кто? Не рядовой стал, это генерал. Я думаю, раньше их было больше. Сейчас, может быть, или нет вообще. Или, может быть, это какая-то утечка. Я недавно с России приехала. И, как бы, я не могу про... Там информация совсем другая, чем у нас. То, что нам дают, преподносят на телевидение, вообще, противоположность РУС с России. Так что, знаете, у меня сейчас совсем другое такое мнение, я не могу вам сказать. Все может быть. Ну, как по мне, они больше тупят, конечно, просто потому что все-таки стали больше людьми, которые занимаются не военным делами, а как бы карьерными действиями. Поэтому, грубо говоря, у людей мускул атрофировался в этом плане. Поэтому, мне кажется, они все-таки больше тупят. Вы знаете, вот, смотря всю эту картину, прибывая там, делаешь вывод, что в течение 23 лет до независимости Украины, ребята просто, ну, вот эти офицеры, которые там находятся, от капитана и выше, находятся как на таком месте наживы. С помощью того железа, которое хотели они списать, с помощью тех КАМАЗов, которые они списывали все это время, с помощью вещей и амуниции, которые они продавали, да. Кто-то в больших размерах, кто-то в меньших. Просто, да, набивали свои карманы, просто делали какую-то карьеру. Все такие? Я считаю, что большая часть. Они не занимались самоподготовкой к войне, да, предположительно. Вот, военный человек, он должен заниматься военным делом, а не набиванием карманов. Он должен обучаться, он должен, если он командир, наставник, обучать своих младших товарищей, своих подчиненных. Вот, давать им какие-то уроки, да, военные. Патриотичный дух достаточно высокий. Да, высокий дух. Можливо, у меня будет провокация на то, что за вопрос. Но что вы можете сказать тем, кто сейчас решил идти добровольцем до лав Збройных сил Украины? Нужно идти добровольцем, так как, кто если не мы, люди патриотично настроены, да, поменяют всю эту систему в корне. Кто если не мы, выведет на свет тех командиров, которые предатели, да, якобы командиры. Кто если не мы, это все поменяет в лучшую сторону. Из этой ямы выведет. Из того котла выведет, в который нас хотели просто завести и там же расстрелять. Вам не страшно знову туди повертатися? Страх присутствует, конечно, не боится только дурак. Это, я же опять повторюсь, да, никто кроме нас этого сделать не может. Вот есть мы, и мы это делать должны, обязаны. Вы знаете, щиро сподіваюся на то, что это военно-протистояние, как ни швидше, завершится. Я сподіваюсь не я один, всему этого хотим, всему этого очень желаемо. Я дякую вам за участие в нашей программе. Вечерого сердца бажаю повернутися живым, здоровым та неушкодженым. На все добре. Ну а ми продовжуємо. Продовжуємо, і у нас в гостях ще одна людина, яка була у зоні проведення антитерористичної операції. Боец 55-ї артилерійської бригади. Його имя Влад, і він також зараз поділиться тим, що бачив під Старобешево. Пане Владе, я вітаю вас. Вадиме, ну ви також були під Старобешево. Ви також втратили бойових друзів. Як загинули ці хлопці? Вони погибли під мінометним обстрілом. Я не бачив, як вони погибли. Обнаручував я їх вже спустя, після обстріла, коли ми збирали ранених і двохсотих. Вони були обнаручені спустя некоторе час. В нашому сюжеті на початку програми шлося про трьох загиблих. Трій загиблих? Ні. Віктор Волков – це чудо. Всі думали, всі бачили, як влетав снаряд його в машину. Всі бачили, як потрапив, як розірвало машину. Як він залишився жив – не зрозуміло. Вечером він нас догнал. Догнал нашу колонну. Він живий. Тобто він зміг залишити машину? Яким чином? Я не зовсім розумію. У машину потрапив снаряд Граду? Непонятно. Всі бачили його потім ввечером живим. І без поранень? Без одного царапину. В одній із запорізьких газет було вказано, що ваші заслуживці зникли без звісти. Чи так це? Це не так. Я водитель громадянської машини, яка ввозить двохсотих і виконує такі різні функції, такі несвідні, скажімо так. Я на своїй машині особисто цих двох бойців, фамилия Дячков і Катанов. Я їх особисто здавав у морг. Вони погибли. Ці парни погибли геройські. Говорячи про командування, як ви можете оцінити свого командира? Ми чули, що є претензії до полковника Масійчука. Ваш безпосередній командир. До речі, також Масійчук, але старший лейтенант. Безпосередній командир – це мій комбат Масійчук Сан Санович, лейтенант. Честі мої хвала. Його грамотними действиями він спас своїми грамотними командами, чіткими. Він спас весь личний состав. Ви говорите «врятував». Як «врятував»? Скажемо так, ми не зовсім обучені були. Ми пішли на цю війну дуже навіть не обучені. Кожен людина, який не знає, що робити, він потрібен в чітких командах. Якщо немає рядом командира – ми стадо. Неодноразово говорилося, що ваш підрозділ у тому числі був, так мовити, злитий командуванням, вищим командуванням, можливо, в АТО. Ви можете погодитись з тим, що вас дійсно зрадили? Я вважаю, це либо преступна охладність, либо те, о чому ви говорите. Як так можна? Артилерія відстрілялась. Можна швидко уйти з позиції. Ми сиділи до втро. Втрою дали два залпи, підтвердили, що ми на місці. І почалось. О п'ятій ранку ви дали залпи. А ось чому місці збиралися відходити. І, власне, за чверть до цього, за чверть години до цього почався обстріл. Так розумію. Скажіть, в якому стані хлопці, з якими ви повернулися? Повернулися, на жаль, без гармат, без зброї. Який настрій у цих людей? Сначала було тяжело. Все це було тяжело. Даже після обстріла, коли ми відходили, ми вв'язувалися в якісь автоматні бої. У нас не прокриття, нічого. Ми ж не спецназ. Тобто, захищали самі себе. Це було непросто. А по приїзду сюди я вам скажу, ми дуже злі. Тепер ми дуже злі. Налякані? Ні. Музли. Ви повернетеся до зони проведення антитерористичної операції? Так. Ваші всеслуживці? Не знаю. Говорючи про те, що там страшно сказати про те, що там страшно, мабуть, нічого не сказати. Бачите, як помирають хлопці збирати цих хлопців. До цієї зони поїдуть і інші підрозділи 55-ї артилерійської бригади. Такі ж хлопці, якими були ще два тижні тому. Ви, які були тільки на полігоні, не бачили того, що там коїться. Що ви можете їм порадити? Грамотних командирів. Слушати прикази. І щоб командири завжди були в полі зріння. Самим залишати не можна. Вся надіга на командирів. Безпосередньо на позиціях. Що треба робити, аби обиспечити себе? Непосередньо на позиції. Чітко виконувати команди. Окапуватися потім. Якомога глибше? Чим глибше, тим більша вирогідність того, що залишиться живого. Якщо говорити про патріотичний настрій, чи змінився він? Ви їхали, ваші підрозділи їхали, патріотичний настрій, патріотичний дух був достатньо високий. Ви повернулися. Цей дух залишився у багатьох? Так. Я би сказав, навіть усілився. Пане Вадиме, ваші рідні, ваші знайомі, ваші близькі, як ставляться до того, що ви знову будете повертатися до зони проведення антитерористичної операції? В шокі. Відмовляють? Є це таке. Але ваше рішення? Незмінно. Ви поїдете? Я не можу бросити тих людей, з которими я вже місяць живу. У нас одна сім'я. Говорючи про командирів, ви говорите, що варто слухати те, що говорять командири. Чи всі вони дійсно, професіонали, дійсно знають, що роблять? Ви навели приклад свого командира, старшого лейтенанта. Настич Віксана Становича. Але інші командири, що ви бачили, наскільки вони професійно діють у ситуаціях, кризових ситуаціях, коли починається обстріл? К сожалению, не всі. К сожалению, багато не розуміють, що їм робити. І не можуть віддати чіткі прикази. Ціна? Ціна нашої життя. Ви, власне кажучи, зараз на нашій програмі головна мета, яку ви переслідуєте. Що ви хочете сказати? Нічого. Нікому ця війна не потрібна, і мені в тому числі. Виходу немає. Родину треба захищати. Але командування. Више командування в зоні антитерористичної операції. Наскільки велика ворогідність, що там сидять зрадники. Саме в зраді річ, а не в тому, що непрофесійні дії наших військових. Я не можу не осуддати когось. У мене немає конкретних фактів. У мене нічого немає. Сами все бачите. Ось ми воюємо, ось по нам воюють, хоча не має була цього бути. Ми могли збіжати цього обстрілу, якби громаду не дійснували. Я не знаю, якщо чесно. Ну, по мені так це приступна холодність. Вадима, я дякую вам за участь у нашій програмі. Шановні телеглядачі, сьогодні у нас в гостях були військовослужбовці 55-ї артилерійської бригади. Я щиро вірю і сподіваюся на те, що ці хлопці повернуться живими, здоровими і не ошкодженими. І ми побачимо їх іншим разом також тут, у нашій студії. Але зовсім з іншого приводу. На цьому все. Завершуємо нашу програму. Це були аспекти на телеканалі МТМ. На все добре. Спасибо вам.